Всем привет! Где-то год назад я создавал подобное видео, но большинству пользователей данный видеоролик не понравился, потому что объяснял я там очень мало, в основном делал текстовые выноски. Для того, чтобы передать файлы с мобильного телефона на ноутбук или с ноутбука на мобильный телефон, даже не мобильный телефон, а мобильное устройство, это может быть и планшет, и мобильный телефон, необходимо, чтобы на ноутбуке был установлен радиомодуль Bluetooth. Узнать это можно, либо в характеристиках вашего ноутбука, либо посмотреть его в диспетчере устройств. Итак, давайте проверим его в диспетчере устройств. На Windows 7 и на Windows 10 нам необходимо запустить консоль «Выполнить». Запускается она с помощью горячей клавиши Win plus R. Если она не запустилась, заходим в диспетчер задач, файл, новая задача выполнить. Здесь указываем следующую строку «devmgmt.mcs» и нажимаем кнопку «Ок». В данном приложении нам необходимо найти следующий раздел «Радиомодули Bluetooth». Если данный радиомодуль у вас отсутствует, то данного раздела в диспетчере устройств не будет. Либо он выключен, либо его нет. Я создавал уже видеоурок о том, как включить Bluetooth на ноутбуке. Десять раз я повторять не буду, поэтому в описании дам ссылку. Как же его включить? Если данный модуль у вас присутствует и он задействован, не отключен. Если же он здесь отключен, его нужно включить. Вместо «Отключить» здесь будет специальный пункт меню «Включить». Если у вас нету радиомодуля Bluetooth, это тоже не страшно. Его можно приобрести за сущие копейки. За 250 рублей вам доставят его по почте. Ссылку на покупку данного модуля я тоже оставлю в описании. И, соответственно, вы можете его заказать. А теперь переходим к самому интересному. Обратите внимание на правый нижний угол вашего экрана. Здесь должен быть вот такой значок. Устройство Bluetooth. Если в диспетчере устройств Bluetooth отключен, то данного значка, как видно, не будет. Он пропадает. Соответственно, модуль нужно задействовать. И тогда иконка появится в правом нижнем углу. Если же значок по-прежнему не отобразился, давайте зайдем в «Настройки» и найдем Bluetooth модуль. Как видно, вот он. У меня самый первый. Его поведение должно быть «Показать значок и уведомление». Если установлен пункт «Меню» «Скрыть значок», то данный значок пропадает из правого нижнего угла. Соответственно, включаем его. Если же у вас нет такого пункта «Меню», как настроить вот этого, зайдем в «Панель управления». Затем зайдем в «Оформление и персонализация». Обратите внимание на панель задачи «Меню пуск». Здесь есть «Настройка значков» на панели задач. И вот у нас открывается то же самое окно, где, собственно, нужно выбрать «Показать значок». Так, со значком мы разобрались. Что же делать дальше? Нажимаем правую кнопку мыши по значку и открываем «Параметры». Обратите внимание, что должны быть установлены все галочки. Разрешить устройством Bluetooth обнаруживать этот компьютер. Если данная галочка установлена не будет, то мобильный телефон или планшет не сможет определить ваш ноутбук. Соответственно, ставим галочку здесь, здесь и здесь. И нажимаем «Применить». Для того, чтобы установить имя, вашего компьютера, мы можем зайти в «Оборудование». Выбираем наше устройство, вот это. Выбираем «Свойства». Переходим на вкладку «Дополнительно». Вот как видно, когда я начну поиск на мобильном телефоне, то Bluetooth найдет имя «Alex Note». Вот оно. Соответственно, здесь можно поменять данное имя. Итак, для того, чтобы принять файл, мы нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем «Принять файл». Как видно, у нас идет ожидание подключения. И нам необходимо взять свой мобильный телефон либо планшет и попробовать отправить какой-нибудь файл на наш ноутбук. Если в меню нету «Принять файл», запускаем консоль «Выполнить» с помощью winplusr, либо я, как ранее говорил, через диспетчер устройств, и вводим следующую команду «fsqrt». Как видно, у нас открылось практически такое же приложение, где нам необходимо нажать «Принимать файлы». Далее мы берем свой мобильный телефон и будем сейчас пробовать отправлять сюда файл. У меня есть одна вот фотография на мобильном телефоне. «Принимание файл». Как видно. Мы ее отмечаем и нажимаем на Bluetooth. Обратите внимание, что у нас появился поиск устройств Alex Note, так же, как он установлен в параметрах Bluetooth на ноутбуке. И, соответственно, мы выбираем данный файл. Как видно, у нас пошла отправка. И файл у нас перешел на компьютер, на ноутбук. Еще один важный момент. Обязательно нажмите кнопку «Готово». Иначе файл, вот этот вот, сохранится во временных файлах. То есть, а так он разместится на рабочем столе. Нажимаем «Готово». Просматриваем. Вот, как видно, фотография у нас передана успешно. Итак, мы научились принимать файлы с мобильных устройств на ноутбук. Но что же делать, если мы хотим отправить файл с ноутбука на мобильное устройство? Для этого также кликаем по значку и выбираем «Отправить файл». Обратите внимание, что у меня сразу появился список устройств, которые смог найти мой ноутбук. Но ваш мобильный телефон или планшет может здесь не отобразиться, потому что в мобильном телефоне есть специальная настройка, которая запрещает поиск устройств другими устройствами. Что же делать? Нам необходимо зайти в настройки Bluetooth на мобильном телефоне. Сейчас я это продемонстрирую. Вот мы заходим в настройки Bluetooth. И как видно, не отображать для других Bluetooth устройств. Мы нажимаем на эту опцию и как видно, у нас появилось время видимости для устройств Bluetooth минута 50 секунд. здесь же мы обновляем наше устройство и по идее должен отобразиться наш телефон. Вот он он. Как только я сделал эту настройку, данный телефон появился в списке. Нажимаем далее, выбираем файл. Давайте отправим тот же самый файл, например, вот этот. Жмем опять далее. здесь в всплывающем окошке здесь идет сопряжение устройства. Нажимаем далее. А на мобильном телефоне жмем сопряжение. Как видно, идет запрос на входящий файл. Нам необходимо его принять. как видно, устройство успешно добавлено на компьютер, а наш файл был успешно передан. Надеюсь, в этот раз я смог вам помочь, как именно передать или принять файл с мобильного телефона на компьютер и с компьютера на мобильный телефон. Спасибо за просмотр и всем до новых встреч. Пока. Продолжение следует...